Народ, доброе утро! Начинается новый день и вот такой вот он красивый, 8 утра. Шикардос! И мы сегодня пойдем искать клад. Так, спальное место собрано. Фонарики он тут заряжал. Бастик работать начинает. Где-то градусов на 20 сегодня ставил. Спал в термобелье, потому что в термобелье спать это удобно. Чистенько одеваешь с вечера и спишь в чистом термобелье. И утром, ну целый день потом в нем ходишь. Вечером опять переодеваешь новое и все. Такой процесс. Мы продолжим. Сейчас завтрак и выезд будет. Не знаю, сколько машин поедет. Посмотрим. Хопа! И никого нету. И никого нету. Представляете? Есть черепаха. Пока. Есть супер с черепаха. Четыре локтинга это по утрам. Хотя, конечно, мне тоже не терпится поучаствовать. Смотри, не забудь про Райана. Обязательно передай ему, что я очень разочарована. Все, ребята, я поехал! Сейчас поеду. Попробуем пробиться на урочище, где нету дорог на него. Болото вокруг. Посмотрим, что там было. Если ничего, то еще урочище куча. Но не будем копать до Талова. Ого! Ой! Ну, уехала. Чего такое? А как мы будем копать? Так, ребят, сейчас сказали, что у нас будет еще один шерп с нами. И мы поедем копать. Втроем с одним прибором. Визелуха! Ладно. Копать что-то будем все равно. Но, что посмотрим. Так, ну вот все, дождался я вторую машину. Сейчас поедем. Война, ребята, здесь была везде. Во многих деревнях стоят такие обелиски. Чтобы те, кто проезжает, не забывали. Вот, ребята, здесь было две деревни. Одна была там. И одна вот большая была. Даже там, наверное, была не деревня. Там был хуторок небольшой. А вот здесь располагалась деревушка. Не сильно большая была, видите. Был пал недавно. И копать будет очень хорошо. Сейчас пробегу здесь, посмотрю, что есть. Ну вот, ребят, наконец-то я оманетился. Ура! И у нас это... Хо-хо-хо-хо! Деньга! Какой сохран! 1997 год. Ой, 1797 год. 1797 год, ребята. Вот это кайфуля! Вот это Павел Первый. Блин, сохран-то какой офигенный песок, а! Деньга! Красота! Сейчас сделаю фотки, вам покажу. Оп-па! Оп-па! Ложка! Старинная ложка! Хе-хе-хе! Чайная! Хорошо! Да! Слушай, тоже хорошая, это хорошо сохранившаяся. Да! Вообще отлично! Войдет стол находок. Не серебряная, нет? Нет, мельсиор какой-то или посеребряная. Что же такое? Посмотрим, уж клеймо есть. Вон клеймо какое-то есть. Пуговица. Пуговица без опознавательных знаков, жалко. Да, интересная. Лап-царская. Ну, тоже какая-то старая. Старая пуговица. Вот так, ребята, деньга-то у нас редко оказалась. 1797 год. Посмотрите, что стоит. Напишите в комментариях. Поедем дальше. Будем редко, но метко бить. Сейчас найдем дорогу до урочища. Но она не полностью до урочища идет. Но в сторону того урочища, где... Куда дорог нету. Посмотрим там, покопаем. Продолжение следует... 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 Ребята, в лес дремучий мы забрались, куда дальше ехать, кто его знает, а нет, вот какая-то есть тропиночка. Кто там хотел медведя пугать, пошли, пошли медведя пугать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вон она, ребят, урочище А это дорогу сниму Дорога так теперь Ай, точно, точно и говорит, слово Ура, ребята, мы прорвались А, какое местечко, да? А дорога какая на него чудесная Вот, ребят, домовая яма Там еще есть камни фундамента Будем здесь рыться, короче Так, ребятки, вот такая вот пуговица попалась Смотрим дальше Басня о том, как один мужик трех генералов прокормил Да, львам и тиграм Так, ребятки, ну что? Можно было перекусить бутеры, какой-нибудь сухомяточки Можно было заморочиться ухи сварить и наловить рыбы Но я пошел другим путем Как обычно, это быстро и вкусно и разнообразно Это О-гриль Который нас выручает много разово Так, у нас будут пока лепешки Потом еще сделаем бургеры какие-нибудь В общем, мы будем разнообразно сегодня питаться Сыр адыгейский Очень вкусный, геогинский молзавод Очень рекомендую всем Прям просто бомбичный сырок Так Кладем адыгейский сырок Колбасок Хоп-хоп Хоп-хоп Колбаску Колбаску я поджарил перед этим Ого-на Время уже Два часа дня И тебя выложим Там ребята сеть на колесо намотали Пытаются ее снять Пока у них это не особо получается Ребята, ну быстро хочется покушать Поэтому Делаем вот такие лепешки Не мудрим Короче Очень вкусный сыр Вот так вот выглядит Геогинский молзавод И масло у них топленое Офигенно вкусное Я только никак идти не могу Оно вот действительно Пахнет маслом И на вкус как масло Топленое В литровых банках Так, а вот что-то у нас тут Финансы-то не в ходу были Пуговицы в ходу Ржавые петли Прочая фигня Так, господа, вы есть будете? Да Не хотите как хотите Ха-ха-ха-ха-ха Ммм, какие ноги Из-под вездехода лежат И зачем-то дергаются еще Хе-хе-хе-хе Все, братцы, мы вкусно покушали Сейчас собираю мусор Убираю гриль И помчались Так, вот так вот у нас гриль живет Так его прицепляю Раз А вот тут у нас цепочка проходит Хоп, крючком Опа И все Все на месте Ой, ребята, скоро будем по одному ездить в вездеходе Место будет вообще завалить Вот одному можно так располагаться мощно Что ушатаешься просто Ой, вот это я наелся Вот это я наелся Вот это я вкусно наелся Как же теперь копать? А как же теперь копать? Чего же, почему же Лужи капает по лужам И запарить А лужам, наверное, никому не нужен Вот такая вот ситуация приключилась Ребята провалились в подвал Где мы и нашли сундук с золотом ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот так, ребята, отсюда будет безопасней Я боюсь камеру оторвет и еле Все гнилое стоит Сухое все гнилое Ужас Поехать надо Ну что поделаешь Капец Где мы едем Это что-то я вам покажу Капец 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 Ну как вам? Капец 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 Что такое гнилужбин? Все запушено по мраме Затопило Лесно-кардио вытягивается. Лесно-кардио. Лесно-кардио. Вот такое вот местечко доступное мы нашли. Но, увы, денег там не видали. Особенно следками осторожно надо, когда вы уже возвращаетесь. Потому что вы идете против печенья. Закрыли деревья сюда все. И они сейчас вам все на встречу торчат. Это опасно. Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите в комментариях, что за трак, интересно, кто может знает... Продолжение следует... 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 Не знаю, насыщенный он, ненасыщенный... Мне нравится, я на свежем воздухе, на природе. Мишеньки не хватает только, но мишенька как раз в это время допиливает уже вот последние штрихи. Он будет на своем вездеходе. Ух, мы дадим тогда. Устроим такой коп грандиозный. Куда-нибудь как запилим. О-хо-хо... Впереди вообще грандиозное количество планов. Грандиозные поездки ожидают. Обширная география и содержание поездок будет. Завтра в 8 утра подъем. Поеду. Ой... Пробегусь по тому урочищу, где вот сегодня были. И еще остальные поищу. Что-то должно быть небито на кулата. Все, ребят, до завтра. Смотрим. Не переключаемся. Ребятки. Короче, история пишет нас. 4.30 утра. Я просыпаюсь от того, что... Ну, как-то прохладно не никовато. Как-то не никовато, а как-то прохладненько вата. Смотрю на спидометр Вебасты. Стоит на 19 градусов. А по факту уже 16. Я сейчас ищу шла шара. Лошара. Мерзнет лошара. Потому что я приехал и забыл заправиться. Вашара. Теперь буду мерзнуть. Не, я, конечно, продержусь до утра-то. Ну, блин. Ну, блин. Пробуждение будет не таким приятным, как обычно. Обещает быть зябко. Я еще молодец такой люк приоткрыл. Чтоб свежий воздух был. Вот свежий воздух-то и был. Кстати. Свежий воздух не заставил себя ждать. Совсем. Вебаста молотила-молотила и домолотила. Все. Амба. Вот такой, ребят, сценарий. И его никто не ожидал. Посмотрим, что утром будет. Пока спокойной ночи. Я выходить заправлять ничего не могу. Меня рубит безубожно. Я думаю, ничего со мной не станет. Насмерть. Не замерзну, не зима. Будет до ноля опускаться. Ну, что сделаешь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился наш микрокоп. Ну, и во всем нам этом помог, конечно же, вездеход Шерп. Если ты тоже хочешь себе такой вездеход, свяжись с нами. Подробности на сайте gerasimsharp.ru Пока. Продолжение следует.